Вот кто бы мог подумать что в 2017 году тонкость станет такой проблемой. Попробуйте, пойдите и найдите по-настоящему тонкий ноутбук, особенно в формате чуть отличающимся чем 12-13 дюймов и за вменяемые деньги. Тут как в инстаграме или в тиндере, смотришь на фотку секси, худышка, а в реальности друг мне рассказывал, как ходил вокруг девушки в кафе в радиусе трех метров и не мог узнать. Но если с девушками я вам помочь не смогу, то с ноутбуками вполне. Вот например один из самых тонких 14-дюймовых ноутбуков в мире Acer Swift 5. Являются ли его формы единственным его преимуществом или есть в нем что-нибудь еще? Сейчас выясним. Дизайн пятого свифта выполнен в стилистике других актуальных моделей Acer. Например, игровой модели Aspire V15 Nitro или Aspire S5. Хотя подождите, по факту это и есть S5, но с 14-дюймовым дисплеем, вписанный в корпус 13,3-дюймовой модели. Ширина 327 миллиметров, высота 288 миллиметров и главное минимальная толщина 14,5 миллиметров. Все точь-в-точь, даже вес в 1,3 килограмма не изменился. Так что если для 13-дюймовой модели подобные массогабаритные были просто неплохие, то среди 14-дюймовых Swift 5 и вовсе один из самых легких и компактных. Да здравствует прогресс и узкие рамки. Ноутбук выглядит симпатично за счет сочетания черного и серебристого цветов, но не сказать, что прямо дорого. Да, весь задний торец выполнен из алюминия с симпатичным тиснением названия модели, но вот крышка тут из текстурированного шероховатого черного пластика, который к тому же прилично играет, если на него надавить. Но кстати, сколько ни дави, разводов на экране не будет, так что это скорее всего такая особенность, не то чтобы недостаток. Не баг, а фича. Роняем плашмя, крышечка сработала как амортизатор, дисплей выживает, ура. Нижняя часть тоже полностью из матового пластика, возможно благодаря этому у инженеров Acer и получилось добиться столь невысокого веса. Зиджится ноут на четырех резиновых ножках, которые неплохо удерживают его на столе. Смотришь на пятерку и скорее думаешь о практичности, чем о лакшери. С охранностью товарного вида тоже все ок, мелкие царапины будут незаметны, отпечатки пальцев легко затеряются в текстуре, впрочем, основную часть времени мы наблюдаем ноутбук открытым, так что перейдем к его внутреннему убранству. Открывается свифт только двумя руками, так называемый тест на макбук он не проходит. С одной стороны определенные неудобства, с другой со временем шарнир скорее всего не разболтается и не начнет люфтить. Дисплей кстати откидывается на довольно внушительные углы, градусов этак на 140-150. Внутри металла уже побольше, из него выполнена вся рабочая поверхность. Вот только не знаю радоваться ли этому. Да, он приятно холодит руку, но очень ужусердно собирает отпечатки, по крайней мере в нашей черной версии. Клавиатура типичная ультрабучная, с урезанными в пополам стрелками и перенесенными рядом с ними кнопками page up и down. Вроде бы логично при скроллинге текста, но при этом иногда тыкаешь в них случайно. Ход клавиш комфортный и тихий, переучиваться и привыкать к ним не придется и в целом печатать на свифте приятно. Правда и тут наблюдается небольшое прогибание панели под клавишами, как и в подавляющем большинстве виндовых ультрабуков. Несмотря на минимальную толщину корпуса есть тут и голубоватая подсветка клавиш. Светит равномерно, но всего с двумя уровнями интенсивности, хотелось бы еще хотя бы парочку промежуточных значений. Тачпад утопленный ниже уровня корпуса не старается бить рекорды площади, он обычного размера и с размещенным в уголке сканером отпечатка, который еще и хорошо работает. Приятная и неожиданная мелочь, учитывая что свифт 5 в принципе один из самых доступных ультрабуков. Тачпад тут семейство вульгарис, то есть абсолютно обычный. Неплохо отрабатывает как нажатия, так и мультитач жесты, а большего от него ждать и не стоит. Как не стоит ждать ничего особенного и от аудиосистемы. Динамики средние, как по громкости, так и по качеству. Фильмы ютубчик глянуть можно, на максимальной громкости звук не репит, но блютуз колонку с собой ноут не заменит. Хорошо, что еще не для всех производителей тонкость означает избавление от всех классических интерфейсов. Вот и Acer оснастили свифт 5 почти всем, что нужно. Два USB 3.0, один из которых постоянно активен и позволяет заряжать гаджеты даже при выключенном ноутбуке. SD-карт-ридер, полноценный HDMI, один USB-C и совмещенный 3.5мм аудиоразъем. Нашлось даже место и для одной лишней, пусть и очень небольшой дырки, предназначенной для зарядки. Считаю, что в 2017 это Atavism, лучше бы вместо нее был бы еще один USB-C, через который можно было бы свифт заряжать. Тем более, что к такому компактному заряднику современный интерфейс прям просится. А вот эту тонкую бздюлинку зарядного коннектора банально боязно погнуть неосторожным движением. Глянцевый 14-дюймовый Full HD дисплей по трем сторонам обрамлен тонкой матовой рамкой. И лишь снизу нас встречает довольно мощный подбородок с логотипом компании. Хорошо, что в него не встроили веб-камеру, она тут разместилась в своем привычном месте. Жаль лишь, что она с HD-разрешением и годится для видеосвязи, но не для селфи, а-ля сижу в очках умный и работаю за ПК. IPS с полным отсутствием воздушной прослойки, хороший запас по яркости, широкие углы обзора, высокая контрастность около 1300 к 1. Нет особых претензий к заводской калибровке, наблюдается небольшой завал в синеву, но цвета насыщенные. Отображается 91% sRGB гаммы. Короче, единственное, к чему удалось придраться, это к не самой равномерной подсветке, да к глянцевому покрытию. Хотя последнее это, пожалуй, дело вкуса. Acer не предлагает большого разнообразия конфигураций Swift 5. Их тут в принципе минимально возможное количество, отличное от одного. Две. Наш вариант Intel Core i5-7200U семейства Kaby Lake, с 4 гигабайтами DDR3, 1600 МГц и 256 гигабайтным SSD и старшенький Core i7-7500U, 8 гигабайт оперативки, 512 гигабайт SSD, а вот дисплей и там и там будет только Full HD. Несмотря на приличную разницу в цене, к выбору конфигурации стоит подходить максимально вдумчиво, ибо оперативная память распаяна на материнской плате, и ее объем увеличить не получится. Собственно апгрейду тут, как вы уже поняли, подается только SSD-шник. Жаль, что нет промежуточной конфигурации с i5 и 8 гигабайтами ОЗУ. Впрочем, для повседневных задач хватает и 4 гигов. Благо тут SSD довольно неплох по скорости, выдает около 550 мегабайт в секунду на чтение и 420 на запись. Что может базовый Swift 5? Набор текстов, браузинг, просмотр видео без проблем и с минимальной нагрузкой, идет и 4К видео. Последнее, возможно, благодаря свежему видеоядру Intel HD Graphics 620, которое, кстати, более-менее тянет на средних и не самые свежие игрушки, вроде BioShock Infinity, или посвежее, попроще, вроде Цивы или Танков. Несложный монтаж видео и обработка фотографий также дается Swift без особых проблем. Для задач посложнее, уже будет остро ощущаться недостаток оперативной памяти. В общем, типичный ультрабук без претензий на всемирное господство, который даже под максимальной нагрузкой остается холодным. Система охлаждения хорошо продумана, троттлинг отсутствует как таковой и даже на максимальных оборотах Swift остается тихим ноутбуком. Тут прям молодцы, учитывая толщину корпуса. Похвалю и время автономной работы. Мне тут недавно подарили MacBook 13 без тачбара с обещанными 8-10 часами работы. Так вот, если там они только обещанные и в реальности получается где-то 5-7, то в Swift те самые, что ни на есть реальные. Именно те самые 8-10 часов работает ноутбук от батареи в 54 ватт-часов в режиме видеоплеера с активным Wi-Fi или в браузинге, скайпе, наборе текстов, плюс ютубчик при средней яркости экрана. Если же активировать авиарежим и установить яркость пониже, то можно получить и все 13 часов работы, но это уже правда скорее сугубо синтетические сценарии использования. В играх Air сдается за 2,5-3 часа. Если зайти к нам на сайт, выбрать категорию ноутбуков тонкие и легкие, и ткнуть в 14 дюймов, то вдруг выяснится, что Swift 5 фактически не имеет аналогов на украинском рынке. К счастью, выделяется герой нашего обзора не только размером экрана, куда ни ткни, везде неплохо или даже хорошо. Да, не феноменально, но с учетом цены базовой модели рассчитывать на это было бы как минимум странно. Не очень люблю это выражение, но тут оно подходит лучше всего. Хорошая рабочая лошадка, которая в свободное время может развлечь своего хозяина озорным галопом. Надеюсь, что наши обзоры тоже развлекают вас в свободное или в рабочее время. Так что не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.